Продолжение следует... То есть там количество выпадаемой воды резко уменьшается, соответственно изменяется, к примеру, условия существования хвойных пород деревьев и так далее. Какой прогноз по этому будет у Вас? Ну вот если говорить о режиме водном, то вот то, что ветерочной сток является комплексной характеристикой, отвечающей во многом на все, что Вы перечислили. Вот что ожидается от современного 0,8, 0,9, 0,9, 1. То есть вот здесь вот изменения небольшие. Они в пределах естественной изменчивости. Будет теплее и будет при этом также увеличение осадков приведет к тому, что мы как бы не почувствуем этих изменений. Вот можно посмотреть, я не могу сказать, что они уменьшатся. Они не будут выпадать в виде снега, который сохранится до весны. Не будет таяния, не будет половодья. Вот по половодьям объем половодья сократится резко. Год назад был очень высокий снеговой покров в северных областях за счет там весенних осадков. Планируется уменьшение снегового покрова, потому что будет зимний период сокращаться. Вы знаете, что интересно? По данным наблюдений за последние 30 лет, правда не до современного момента, а до 2005 года, ну почти. Несмотря на то, что вот по этой территории идет потепление, количество снежного покрова, количество воды, содержащейся в снежном покрове, не изменилось никак. И связано это с тем, что, ведь что такое потепление зимой? Это вторжение фронтов, несущих воду. И если при отрицательных температурах падает снег, он остается. Поэтому потепление в виде прихода теплых воздушных масс способствует накоплению снега. В Арктике будет таять, средняя плотность воды будет падать, да, и поток южной воды будет по весу почти такой же, как и более соленые, значит, северно-ледовитые воды этого океана. Замедлится этот боль стрим. А из-за этого, ведь Атлантик очень сильно влияет на погоду, из-за этого погодные явления станут меньше, как бы Атлантика меньше станет влиять на всю нашу часть, даже вплоть за Урал она закатывается постоянно. То есть изменения будут только приатлантические, вот из-за того, что... Или это только связано с тем, что упадет общая температура и все, а также всякая активность Атлантики. Нет, пожалуй, это перестройка вот такого типа будет, конечно, происходить, да. То есть там климат станет более континентальным, за Уралом, вот. Наверное, да, да, да. Вы говорите про ВП? Да, before present. Да, да, да. Вы называете off lois? Вы не чувствуете, что это было про это? Нет, это просто принятая премиатура, если вы характеризируете какое-то событие. Да, вот там было поадание, которое было? Когда было? Когда было? Было поадание, когда был, в этот период. Да. Это было попалный теорет, и из-за этого все было поадание. И сейчас там, как вы сказали, опять, аканские проговоры. Аканские. Это индейские? Ну, это не скидут называть индейцами, это будет еще до них. Аттургизм, я вообще не обращал, вы думаете, это поплое, топлое. Вы знаете что, это вопрос сложный, потому что то, что я вам привел как пример, это одна из гипотез, близкая вот в данном случае к проблеме Эдлион-Труга. Есть много других каких-то объяснений. Падение метеоритов, это любимое объяснение на самом деле, потому что его трудно проконтролировать. А так очень удобно упал в нужное место в нужное время. Вообще, если посмотреть ваши графики, то напрашивается, не знаю, у меня такой вывод, что вот эти масштабы человеческих изменений ненасколько уж и несущественны. То есть все равно... Я извиняюсь. Нет? А посмотрите, сток падает. Это именно связано с антропогенным фактором? Конечно. Это вот те графики, это ерунда какая-то, а? Вы же рисовали там циклические графики. А это, смотрите, вечно мерзлота. Нет, это понятно. Как соотносится, когда у вас там были такие зубцовые графики, как соотносятся вот эти вот последние графики последних десятилетий, эти графики облитуд, вот этих, просто очень сложно их сопоставить. Вы знаете как? Мы все время должны иметь в виду такую вещь, что физические процессы характеризуются временем медленным и быстрым. Вот мы живем в определенном интервале времени и изучаем те процессы, которые нам адекватны. Все остальное это фон. Когда я иногда слышу слова, не наступит ли ледниковый период через сто лет, но это ерунда. Он в своем масштабе времени наступит, но эти масштабы тысячелетние. Мы можем про него забыть вообще, про вот эту астрономию и так далее. Мы находимся в своем масштабе. Физика явлений только наша, никакая другая. На графике, где есть черная линия и красная линия, не на этом графике, гораздо раньше, где сравниваются модельные наблюдения и по данным обсерватории, ну, в общем, по метеоданным. Вот на том графике выделена желтая полоса. Вот что она означает? Сейчас, это вот на этом что ли? Да-да-да, вот это желтая полоса. Это этап, когда наблюдались вот эти три крупных извержения. А гонкой, обтечен и пенотумбом. Между прочим, когда они наблюдаются, вот в самый момент извержения, никто и не чувствовал, что там что-то похолодало. А вот когда потом посмотрели ретроспективно, выяснилось, что все-таки вот провальчик есть. И здесь провальчик есть. То есть все-таки оно почувствовалось. Малолетниковый период, он, во-первых, имел несколько фаз. Это вот они, раз, два, три. Три стадии. И эти все стадии связаны, ну вот по современным представлениям, так я скажу, и в этих представлениях вот французские ученые, в основном, так вот, очень далеко продвинулись. По современным представлениям это синтез влияний. Во-первых, солнце светило несколько слабее в это время. А во-вторых, случайно в эти же моменты времени были крупные извержения. То есть вот последняя, я просто помню, последняя стадия Малого Ледникового периода. Это 1813 год. Это извержение Тамбора. Знаменитое извержение вулкана Тамбора. Одно из четырех самых крупных за всю галоценовую историю было. Вот оно. И ему соответствовал не очень большой, но вот минимум ослабления радиации. Прослежим, где-то вот вулкана Тамбора. Ну это где-то, это, это, как она, Индонезия, по-моему. Вот это я не точно помню. Но важно то, что он все равно распространил свое влияние глобально. А не можете еще Кэмбри показать вот этот график? Да, самый первый. Вот, пожалуйста. Это такой график синтезированный. Здесь из разных работ собраны разные результаты. Вот это очень новые данные детального воспроизведения за 5 миллионов лет. Буквально совсем, ну сколько, 2-3 года назад появились эти результаты. Столь детального воспроизведения не было раньше. Изменений климата. Но речь идет вот о столь существенном понижении температуры. Она в целом понижается, вот обратите внимание. Вот этот вопрос очень, он немножко уже немой. Почему происходит это явление? Почему происходит в целом понижение температуры? Но если мы его сопоставим с содержанием углекислого газа, то и содержание СО2 тоже с фуктуацией, но идет вниз. И вот по мнению некоторых геологов, Хайнен, например, это связано просто с тем, что потихонечку наша планета остывает. Я думаю даже астро-геофизической масштабы. Может быть, здесь уже бы трудно сказать. Углекислый газ слишком мелкий, Парфор. Почему мелкий? Он в данном случае важен как броняковый. Много тепло, мало не тепло. Вот эти вот изменения, они прекрасно укладываются именно на тектонические объяснения. Каждый пик это выброс СО2, каждый минимум это усвоение СО2 в горные породы, сток, формирование известняков и так далее. В последнее время, какая сфера деятельности человека способствует наибольшему будет делению СО2? Горение. Горение, сжигание. Наиболее именно сфера деятельности. Животоводство, например? Нет, животоводство может быть нет, но автомобили, сжигание. Если взять транспортировку этого продукта? Я не знаю, не могу сказать. Это, конечно, все прописано. Есть такое, например, совершенно конкретно. Вот только что издан оценочный доклад Росгидромета, второе издание. Именно вот оно. И там для России все прописано, какая отрасль, сколько, почему и из-за чего. Я его буквально, кстати, перелистывал на днях, но не запомнил ни одной цифры. Это надо специально, вот если есть у вас интерес, просто посмотрите. Потом, вот здесь вот мелькает такая аббревиатура, у меня периодически. Вот она. IPCC. IPCC это называется, это аббревиатура Intergovernmental Panel on Climate Change. Вот если вы войдете на сайт, просто наберете IPCC, то вы увидите, это международная организация, курирующая и объединяющая всю информацию о климате. И там есть целые тома, посвященные физике изменить. И вот того, о чем спрашиваете вы, где расписано по отраслям, по регионам, сколько, чего и почему. Ну, да. IPCC. Intergovernmental. Intergovernmental Panel on Climate Change. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот длительность Межледней Почери. Ага. Да, она ведь разная. Разная. А это тоже объясняется астрофизическим фактором? Вы знаете, это вопрос интересный. Ну, глубоко им занимается один человек в мире, профессор Берже из Бельгии, из Католического Университета. Один из вообще создателей всей концепции. Он еще жив, как говорится. И слава богу, что жив. Ему 77 лет. Я его видел весной. Вот он, в его работах, очень подробно, вот он прямо этим занимается, чем вот один отличается от другого и почему. И там находит он массу интересного. Я до таких вещей вот не хочу даже доходить. Видно по вот этим эмпирическим данным, что они все, в общем-то, примерно одинаковые. 10 тысяч лет длится современный теплый период. И это уже много. Это уже много. Поэтому вот это один из признаков того, что ему скоро надо заканчиваться. Как вот считают наши глицеологи, такие ученые, как Котляков, например. Вот это вот одна из его идей такая, что вот он слишком уже длинный. Ему уже пора закончиться по всем причинам. А так вот, я повторяю, это очень интересно, что оказалось, что физика их разная. Там 11-й имеет немножко одну, 7-й, другую. Но вот это такие детали, ну, мне кажется, они уже излишни. Вы относитесь к тому положению, что не будет весны и осени, и зима будет перекрыта в лето, а лето и в зиму. Вы считаете, что прогнозы имеют место? Вы знаете, я не знаю, вот это правильно сказать. Это вопрос сложный. Он, с одной стороны, мало исследовал, а с другой стороны, некие очень авторитетные люди его озвучивают. В частности, такую фразу говорил председатель Росгидромета Фролов Александр Васильевич. Но он, как говорится, говорил это не просто так. Поэтому вот этот вопрос требует еще изучения. Можно еще один вопрос? А кто-нибудь детально занимается механикой вот этих изменений? То есть мы, допустим, знаем, что климат будет теплее. Но это что означает? Что у нас чаще будут циклоны? Ну, то есть вот именно как это проявится в сменах погод? Да-да-да, конечно, все. Мы, конечно, занимаемся, просто я не могу профессор сказать, понятно. Нет, это будет означать то, что будет гораздо более часто будут ливни. То есть осадки, и это мы сейчас уже видим, осадки сжимаются в ливне. И сейчас стало гораздо больше коротких ливней, а потом длительных промежутков сухих. При общем неизменном количестве осадок. Вот это очень важно. Продолжение следует...